Вы только что говорили о том, что мы сами выбираем свою жизнь, а есть такое понятие, как судьба. Существует ли судьба на самом деле или все-таки у души есть свобода воли, и она имеет право менять ход событий? Вы говорите, что мы выбираем свою жизнь, но вы можете сказать, что мечта существует? Мы можем поменять это, если все уже есть ритм. Блюплинт, все. И глуплинт, и глуплинт, и глуплинт, иначе. Вообще об этом все написано. Забыла, как блюплинт, предназначение. А? Предначатка. Ну да, да. Кого вы встретите, что с вами случится в этой жизни. Но это все написано в соответствии с вашей кармой. Если вы что-то сделаете неправильное, получите неправильное. Если вы делаете правильное, тогда вы получаете правильное. Если вы бросаете в небо, камень не на вас упадет. Если вы бросаете в небо, то обратно упадет цветок. Существование вот так вот. Эхо. Эхо. Если вы идете куда-то, где вы можете услышать эхо. Иногда в горах, в лесу. Вы говорите ваше имя. Вы кричите в небо, Алексей. Алексей, 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 Алексей. И так много раз. Так что существование, но как эхо. Что даете, что говорите. То и происходит. В этом случае предназначение, это ваша судьба. Каждый ваш шаг создает вот эту судьбу. Каждый ваш шаг, который вы делаете. Вот вы знаете, вот эти линии на руке. Те, кто читает хироманты. Если вы посмотрите на вашу руку. Если вы посмотрите на вашу руку. У кого-то очень много линий на руке. И если вы начинаете делать медитацию. Вскоре ваши линии на руке начинают меняться. Основные три линии нет. Но остальные линии не меняются. Много всякого беспокойства в вашей жизни начинают очищаться. Потому что ваша энергия очищается. Ваша карма начинает очищаться, когда вы медитируете. Кто-то однажды спросил Будду, что такое предназначение? Я не расскажу вам ваше предназначение, что вы получите вот это или вот то. Но у каждого есть четыре типа предназначения. Первое это у всех есть одно. Вы родились во время Будды. Вы родились во время Будды. Будда-тай means enlightenment, master. Always master there. Вы родились тогда, когда есть просветленный мастер на земле. Не было такое время, когда не было бы вообще мастеров. Всегда было это. иначе все aquilo все прев 최고. Если только темнота, тогда земля закончится быстро. Мастера приносит свет. Всегда мастера присутствуют на земле. Первое предназначение важно, что вы родились во времена, когда есть Мастер на Земле. Второе предназначение, если вы узнали Мастера, он Мастер. Если вы можете узнать Его, многие люди не могут, даже не хотят думать о Мастере. Даже Мастер сидит в ресторане, пьет чай, а люди вокруг даже не обращают внимания и не узнают Его. Но если вы узнали, что это Мастер, если ваше сердце сказал «Да», это второе предназначение. И третье, если вы родились, если вы узнали, если вы полюбили Мастера, если вы идете с Ним по Его пути, тогда это очень большое достижение. И четвертое предназначение, если вы следите за Мастером, если вы полностью в сдаче к Мастеру, и все только ради Мастера. Мастер ест с вами, Мастер смотрит на вас. Вы просто позволяете Мастеру войти больше в себя. Как только Мастер входит в себя, тогда ваш ум уходит, только Свет остается у вас. Потому что Он Свет. Он истинный. Будда сказал, что это четвертое предназначение. «Виду ли я замуж? Женусь? Будут ли у меня деньги? Будут ли у меня власть? О таком я не говорю?» Это всегда изменчиво. Часть бывает так, что те, у кого были деньги, вдруг не ожидаются бедными. А те, кто были бедными, оказываются богатыми. И это вообще не имеет особо такой значения большого. Моя жизнь – это хорошо, деньги, власть. Но для вашего существа это не важно абсолютно. Боя жизнь – это не важно. Боя жизнь – это просто. Боя жизнь – это просто, что нужно. Но это также случилось, когда вы делаете медитацию, ваша карма, ваша энергия, ваша будущая изменяется. Когда вы делаете медитацию, вы ускоряете ваши энергетические процессы. Ваши энергии становятся очень быстрыми. И эта быстрая энергия делает работу, и за 50 лет вы делаете что-то в медитации за 5 лет. Такое случилось. Иначе что-то не происходит. Никто не знает о будущем. Что может случиться в будущем? Именно этот настоящий момент и есть истина. Если в этом настоящем моменте вам хорошо, то будущее тоже будет хорошо. Но все беспокоятся о будущем. Никто не беспокоится о сегодняшнем моменте. Если этот момент хорошо, тогда следующий будет хорошо и еще другой будет хорошо. Я говорю, медитация говорит, делайте именно этот настоящий момент правильным и хорошим. И иногда автоматически будущее будет становиться правильным. Начните вот от сегодняшнего момента, от сейчас. Не от 10 лет. Кто знает, что через 10 лет будет. Именно здесь и сейчас. Начните. И это находится в ваших руках. Как вы сделаете этот текущий момент хорошим или плохим? Если вам хорошо в этом моменте, тогда ваше предназначение все будет больше и лучше и лучше. А иначе, нет никакого будущего, нет никакого прошлого. Все, что случилось в прошлом, это уже закончилось и прошло. Вы это не можете с собой взять. А что в будущем произойдет, мы не знаем. Кто знает, вы до дома или нет. Кто-то, допустим, говорит, я точно сегодня доеду до дома, кто-то из нас тут думает. Но никто не знает. Вы сядете в машину и финиш. И такое вообще очень часто случается. Я думаю, что каждый день в Москве несколько людей умерли. Несколько людей умерли. И они не знают, что они умерли. Они умерли на вечеринку. Праздник. Вот, например, 25 дней назад был большой праздник в Индии. Это называется Дашейра. Дашейра означает, что один Бог – Рама, и один Девит – Равана. И они сражаются. И Рама убивает Равана. И Рама убивает Равана. И это как античная история. Это очень античная история. И этот Девит делает огромный Девит, как Равана, с фейерверком. И Рам делает фейерверком. И тогда Рама стреляет в него из лука и в эту статую. И в одном из городов, в Амрицаре, в этот день, много людей пришли посмотреть, как будут сжигать эту статую. Тысячи людей пришли посмотреть на этот праздник, на этот праздник. И они смотрели. И вот этот вот, с которой Дьявола стало, соответственно, Рама стало гореть. Очень громко. И фейерверки зажигались, огни. И очень-очень было много людей. Люди не особо могли увидеть, что там происходит. И много как бы вот этого, соответственно. И они стали подходить назад. А сзади, ну как бы, было несколько железнодорожных путей. Они двигались назад. И они смотрели и, открыв рот, наблюдали за рот. Тем, что что происходит с этой статуей. И вдруг, неожиданно, ниоткуда пришел поезд. Один, и вдруг два поезда пришли одновременно с разных сторон. И очень-очень громко шел вот этот вот салют. И люди даже не могли слышать, что подъезжает поезд. И когда они поняли, что поезд подъезжает, поезда даже подъезжает. И они пытались перейти, ну как в другую сторону, если поезд едет с этой стороны. И с другой стороны тоже поезд подъезжал. И в одну секунду 200 человек были убьют. В одну секунду 200 человек. В одну секунду 200 человек был убьют. В 5 секунд 200 человек. Хмут еще повреждения. Одна кровь везде. В кого-то рука, голова, нога. И везде ничем, кричьи, кричьи. 200 человек за мгновение. Они же пришли на праздник, они не знали, что они не вернутся домой. И даже за эти пять секунд они не смогли понять, что вообще произошло. К примеру я вам рассказывал. Никто не знает, что будет. Иногда в кино, когда ты смотрел кино, и кто был главным актером, он ходил к тому, кто читает. И он сказал, читай. Он читает. У тебя будет очень хорошая женщина. У тебя будет двое детей. И много денег придет к тебе. У тебя будет новый бизнес и получишь много всего. И этот человек, который был актер-герой, он сказал, что ты не знаешь ничего. Он сказал, что я знаю больше, чем ты. Он сказал, что как? Ты говоришь обо мне, что будет со мной через пять, десять, двадцать лет. И я тоже скажу. Я тебе скажу кое-что скажу. Я тебе скажу, что через мгновение ты и тебя... Я тебе могу сказать правду, что через минуту тебе дадут пощечью. Он сказал, что я знаю больше, чем ты. Он сказал, что через десять дней я тебе умрет от мгновения. Я тебе сейчас умрет от мгновения. Я тебе сейчас пощечью. Мгновение. Он сказал, что нет. И он еще раз сказал. Он сказал, что я больше знаю, чем ты. Я больше знаю, чем ты. Он сказал, что хиромат сказал, что ты делаешь, и начал кричать. А автюр говорит, что я вообще-то лучший специалист, чем ты. Я все знаю. Он сказал, что ты не знаешь. Ты даже не знал, что скоро тебя ударят, что тебя побьют. Ты знаешь? Я не подозревал. Ты бьешь. Бьешь. Ты даже бьешь. Так вот и происходит с этим гаданием. Моление Иисус говорит так. Многое, когда они говорили про руку, 80% другое. Когда они говорили по руке, 80% другое. Потому что они могут прочитать в вашем бессознательном храниться. Но в будущем, когда они находятся, может быть на 10-15 процентов. Многие люди могут угадать. И все хотят сказать, что я хороший человек, я получу много денег, я хороший человек, моя жизнь будет прекрасна. Моя жизнь будет прекрасна. Они говорят, что ваша жизнь будет адом. Они говорят только о хороших вещах. В основном так происходит. Просто если вы осознаны, тогда каждый ваш момент в жизни будет лучше и лучше. Только вот это и есть химия. Сделать именно настоящий момент прекрасным. И тогда автоматически будущее будет становиться прекрасным. И если вы живете в настоящем, если вы наслаждаетесь этим моментом, вы даже, честно говоря, не будете думать о будущем. Кто знает будущее? Я сейчас наслаждаюсь. И все. Когда придет будущее, подумай. Что даст существование мне, я прямое. Я наслаждаюсь. Это так происходит. Медитация приносит тебя в этот момент. И в этот момент, когда вы приходите в настоящий момент, вы будете наслаждаться. В любом случае, когда приходишь в настоящий момент, ты начинаешь наслаждаться. В любом случае, если деньги или нет денег, если работа или нет работы, начинаешь наслаждаться. Потому что ты находишься здесь. И ваше наслаждение навсегда с вами. Только внутри вас. Поднимайте вашу энергию, взращивайте вашу энергию. А вот если энергия начинает опускаться вниз, она становится печалью. Медитация учит, как поднимать вашу энергию. Как подниматься к высшим центрам. Как подниматься к высшим центрам. И те, кто на ступенье, будут проходить дальше свои дни. Четвертый, пятый день. И это ретрит-группе означает, какая техника вы любите. Ваше сердце скажет, «Да, я люблю это. Я люблю это». И тогда вы практичите каждый день. Ваше сердце подскажет вам. Это не только на Украине, что вы только на два дня приехали бы медитировать или на неделю. И все. Тогда ничего вообще не произойдет. Это только для того, как вы можете получить, и тогда вы практичите всю ночь. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была совершенной, каждый день один час минимум медитации. И каждый день вы едите, каждый день вы работаете, каждый день вы выходите в башу, работаете в офис, каждый день. И точно так же в этот ежедневный разум включите медитацию. Медитация – это пища для осознанности. Медитация с вашей осознанностью развивается, увеличивается. Хорошо. Теперь мы используем музыку. Пять минуты мантра. И затем танцем, вы делали очень хорошо. Я ждала, ждала тогда, натанцуйтесь. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. 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 И после медитации танцы. Потому что, когда вы сидите в медитации, тогда ваша энергия где-то находится, когда вы начинаете двигаться, танцевать, танец, как благодарность к существованию, тогда эта энергия начинает работать внутри вашего тела. Так, куда энергия начинает течь, туда, куда ей нужно. И танец, как празднование. Празднование каждого момента. Мы пришли сюда ради празднования. Как птицы. Птицы, знаете. Они все время празднуют. Они любят это дерево, они садятся. Через минуту перелетают на другой. Или поднимаются к небу. Они не знают, что они будут делать в следующий момент. Они просто продолжают. Завязайтесь. Ну так, так и происходит. Так. Скорее. Так.